Приветствую вас! Знаете, читая ваш вопрос, я очень явно увидел то, что вы начали новые отношения, не закончив при этом старые отношения у вас. Они закончились, они остались, ну, они по-преднему играют в вашей жизни, либо играют, либо играли в вашей жизни важную роль, то есть они не завершились, они не завершились, вы их не закончили. И не успев их закончить, вы вступили в новые отношения. По сути дела, заменив неудовлетворенные потребности своей удовлетворением их, но при этом те потребности, которые удовлетворялись раньше с первым молодым человеком, перестали удовлетворяться. К сожалению. И поэтому вас сейчас вновь тянет к мужчине первому, потому что он вам как раз родной человек. И отношения с ним вы, ну, не завершили. Никак у вас не получилось их завершить. Ну, и надо сказать, что было бы странно, если бы получилось, потому что вы говорите, что у вас были причины на то, чтобы расстаться с ним. Инициатива была полностью ваша, как вы говорите, но при этом, при том, что инициатива была полностью ваша, как-то вот получается так, что вы не можете от него отказаться. Вы не можете ему не отвечать и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И как вот здесь у вас коррелируется, то есть как вы увязываете все это в одну причинно-следственную связь, в одну позицию, да. Ваш мотив, значит, расстаться с ним и ваше, и ваше поведение сейчас, текущее поведение. Вот как вы увязываете это все в одно, в одно, так нельзя. Если вы решили расстаться, если у вас были причины расстаться с ним, ну, так нельзя было сразу уходить в другие отношения. Нужно было сначала побыть одной, подумать как следует, вперед смыслить какие-то вещи, связанные с вашим поведением, с вашими желаниями, с тем, что вам нужно, с тем, чего вы хотите и так далее. А вы сразу из одних отношений перешли в другие. Ну и понятное дело, что из-за этого у вас и проблемы, собственно. Потому что вы как были зависимы от, ну, от мужчины, от мужчин своих, от мужчины одного. Как были зависимы в контексте своих потребностей, так вы и остались зависимы, зависимы. Вот. И поэтому сейчас вы не знаете, что вам делать. Значит, смотрите, вам нужно уйти от обоих сейчас. То есть не взаимодействовать ни с тем, ни с другим. Сейчас. Сейчас. Ну, нужно. Вам. Ага. Потому что первый мужчина – это ваша эмоциональная зависимость. И, как я уже сказал, эмоциональная зависимость ни к чему хорошему вас не привела. Да, да. Потому что, ну, вы уже расстались с ним. Один раз у нас же были какие-то проблемы. И, соответственно, то, что мужчина сейчас, вот этот вот ваш любимый человек, то, что он сейчас, эм, как-то вот дает вам понять, что он там, ну, например, например, изменився или, например, там, стал, допустим, другим. Вот. Это, по большому счету, ничего не значит, потому что проблемы, которые были между вами, они остались. Вот. Но чувства у вас к нему остались тоже. И поэтому тот мужчина, с которым вы сейчас, ну, по сути, выполняет роль такого средства для удовлетворения тех потребностей, ну, которые… Вы не могли удовлетвориться с этим молодым человеком. Вот. И, соответственно, вам нужно задать себе вопрос. Такой довольно простой вопрос. Достоин ли мой мужчина, достоин ли мой молодой человек, вот, с которым вы сейчас в отношениях, да, достоин ли он того, эм, чтобы, ну, вот, я его использовал. Так. Чтобы я его использовал для своих целей, то только, чтобы мне было хорошо. Достоин ли он, достоин ли он того, чтобы быть с девушкой, а, которая любит, там, другого еще, которая не завершила отношения с другим мужчиной. Понимаете? Вот. Вот. Это вот нужно вам обязательно проанализировать. Потому что любить двоих мужчин вы не можете никак, это невозможно и нереально. Вот. Значит, любите вы кого-то одного. Ну, и любовь кому-то не означает, что вы можете быть с этим человеком. Потому что, вот, например, любите вы, допустим, ну, первого, да, вот, первого мужчину вы любите. Любите вы его. Любите вы его. Ну, расстались вы с ним. Расстались вы с ним. Расстались вы с ним. Значит, что? Правильно. Если вы с ним расстались, значит, были проблемы. И вот, решать вопрос о том, быть ли вам с ним или не быть вам с ним, решать этот вопрос, нужно исключительно в контексте того, решены ли проблемы. Если у вас шансы быть вместе, если у вас перспективы на то, чтобы быть вместе, если перспектив нет, то, соответственно, и быть с этим мужчиной и садить на него, там, своё время, да, тоже не стоит. Просто потому что всё это приведёт в итоге к повторению ситуации. Ну, а вы, вы, поступая подобным образом, вот так, как поступаете сейчас, вы, ну, собственно, проявляете признаки определённого страха. Может быть, у вас страх близких отношений, может быть, вы боитесь сближаться с людьми, всерьёз, всерьёз, всерьёз. То есть, тут вариантов, может быть, довольно много. Анализировать нужно, смотреть, выяснять, почему так, как так получилось, что вот, ну, что вы оказались в этой вот ситуации, в которой оказались. И что вам делать в ней, какие у вас мотивы были, например, расставаться с, ну, вот, ну, с молодым человеком. Вы не говорите, что мотивы были, а какие именно мотивы, не говорите. А это важно. Ну, для нас, для психологов, это важно. Если мы хотим вам помочь. На этом всё, я думаю. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго, удачи и успешного разрешения данной ситуации. КОНЕЦ